Привет, мальчишки и девчонки! Добро пожаловать на канал Арчпанзер, где мы продолжаем проходить Total War Saga. Трое. Играем мы из Одиссея. В прошлой серии мы провели нашу первую битву, познакомились немного с местностью. У нас в общей сложности два города и два города у нас заняты нашими соперниками телебоями. Их, соответственно, нужно выбить с наших территорий. Прямо сейчас мы выбьем врага из крани и через некоторое время, я думаю, что освободим и гиру от присутствия телебоя. По поводу построек. Нам сейчас доступно улучшение лодочных. Ну, давайте вот в столицу улучшим. Будет у нас немного побольше продовольствия за код приходить. Сейчас у нас идет набор воинов. Но думаю, что целый стэк мы набирать здесь не будем. Сразу проатакуем вот этим количеством город врага. Так, загладывая фундамент, извести любую постройку. Отлично. Мы до сюда не добегаем ведь, да? Да, не добегаем. Плывет он с двумя отрядами. Это достаточно странно. Ну да ладно. Так, по поводу заданий. Что-то я там прощелкал. Царское распоряжение. Издайте царский указ и возведите любую постройку. Ну понятно. Постройки нам пока недоступны. Но давайте пойдем в драку. Врага здесь достаточно мало. Ополчение, юные солдаты с копьями, ахейские прачники. В принципе, ничего серьезного враг нам противопоставить не сможет, я надеюсь. Поэтому давайте атаковать. Как мы помним из прошлой серии. Так, сухая погода. Отлично. Начинаем. Одиссей у нас в ближнем бою не особо сражается. Лучше ему драк ближнего боя избегать. Но вроде бы достаточно эффективен он на дистанции. Лук у него действительно шедевральный. Так, наших застрельщиков мы можем выводить за пределы точки размещения. Это очень здорово. Так, ну враг достаточно далеко. Давайте выйдем немного ему навстречу. Хотя кажется, он и без этого двигается на нас. Так, застрельщики, давайте вот в спину им постреляйте. Я думаю, что это сильно скажется на их боевом духе. Так, сейчас уже стрелять начнем. Тихо, расстанавливаемся. Бегом, бегом. Давайте режим перестрелки уберите. Вы сейчас начнете туда-сюда бегать. Так, наши прачники подойдите чуть-чуть вперед. Давайте по вражеским прачам постреляем. Немножечко мы их демотивируем, так сказать. Бежать им особо некуда теперь. Победа уже близка. Да ладно, мы же только начали. Какая победа, вы о чем? Ой-ой-ой-ой-ой, юные солдаты с копьями очень от прощей страдают. Да, вражеские прощи в свою очередь очень сильно страдают. Так, полет Артемиды. Плюс скорость выстрелов, меткий выстрел. Плюс дальность, плюс точность. Давай. Личный пример. Цель союзники нужна. Ну-ка, мотивируй. Да, прачники все-таки догадались развернуться на нас. Стреляй по вражескому генералу. Ну все, побежали они. Я думаю, что здесь уже все побежали. Смотрите, возвращаются. Ох уж, это высокая сложность. Даже прачники бегущие возвращаются в бой. Ну, кажется, все. Как я и говорил, ничего серьезного. Они нам противопоставить не смогли. Так, ну, наверное, даже... Так, отойдите. Вам сейчас спину накидают. А почему бой не заканчивается? А, все, закончите бой. Почему, говорю, бой не заканчивается? Действительно. Так, потеряли мы всего лишь 78 бойцов. Кто у нас больше всего бил? 140. Ну, застрельщики по 110-144. Очень серьезно они урон нанесли. Это прекрасно. Хотя, есть вот 100... А, ну вот они и есть. Да нет, смотрите. И тяжелые застрельщики неплохо порубили. Застрельщики с мечами. В принципе, все хороши. Даже Одиссей 47 человек успел застрелить. Так, ну, естественно, просто захватываем. Убежье ликвидировано. Ну и бог с ним. Решительная победа. Захватили. Захвачено поселение. Отлично. Что по постройкам здесь? А, здесь каменоломник, кстати. Палатки каменоломщиков. Да, теперь камень у нас в большом количестве пойдет в нашу казну. И это прекрасно. Так, давайте сразу нанимаем еще бойцов. Есть у нас островитяне. Есть у нас застрельщики с мечами. Есть юные солдаты с копьями. Ну, юные солдаты с копьями, как мы видели, очень быстро отлетают. В принципе, застрельщики с мечами себя неплохо показывают. Они, конечно, самые дорогие у нас. Ну, что поделать. Давайте нанимать их. Нет, не выходи. Не выходи, я передумал. Давайте, наверное, вот этого товарища. Мы тоже. Забота о раненых. Давай. Забота о раненых. Успех. Молодой мул. Дальность перемещения сопровождающей армии на карте компании плюс 8. А, сопровожда... Ох ты, что это круто. Если вы теперь в армию посадите, то армия быстрее двигаться будет. Здесь у нас что? Следопыт. Дальность перемещения плюс. И... О, вероятность успеха. Вот это надо брать. Здесь урон вражескому гарнизону еще будет. И скорость исполнения потерь в этой провинции плюс 5. А, здесь урон на 7 ядов. Вероятность успеха по нейтрализации вражеских персонажей плюс 5. Но ты, за это же по нейтрализации тоже будет работать. Поэтому давайте лучше усердного возьмем. И присоединим его к армии на следующий ход получается. Так, по постройкам пока строить нам нечего. Давайте заканчиваем ход. Этот товарищ интересен, что сейчас будет делать. Но он, скорее всего, назад поплывет. Не будет же он высаживаться. Ну да, полный вперед и поплыл назад. Возведите любую постройку. Выполнилось процветающее поселение. Улучшите главное здание. Жажда завоевания. Сохраните власть над одной и более провинциями. Но будет у нас провинция, когда мы гиру захватим. Главное здание. Улучшение. Вот это получается. Коменоломню давайте улучшим. Будет у нас гораздо больше камня. Будет больше прироста. Она, кстати, счастье еще прибавляет. А, не все счастье прибавляют. Счастье плюс 2. По счастью, конечно, у меня сейчас минус 2. Это достаточно плохо. Но это нестабильность провинции. Минус 7. В принципе, нестабильность уйдет. Все будет гораздо попроще. Так, Одиссей. К Одиссей, Одиссей. Ты здесь уже на воду сойдешь. Слушай, я не хочу, чтобы ты на воду сразу сходил. Давай, наверное, встань вот сюда. Ты присоединись тоже к армии. Ты же не будешь бойцом считаться, да? Разорный. Да. Давайте мы еще бойцов наймем. Еще бойцов. 784. Между делом у нас продовольствие всего лишь остается. Свободного. Если мы еще трех наймем, у нас 400 останется где-то. Ведь побольше. Юные солдаты с копьями. Но они прямо совсем слабые. У нас их сейчас застрельщики просто раскидали так, что даже не почувствовали. Хороший натиск, зато у них есть. Слабая атака топоров. Застрельщики всем хороши. Плюс они еще и застрельщики, соответственно. Застрельщики с мечами. Копьи сейчас, я так понимаю, не очень нужны. Все-таки кавалерии пока нет. Хороший натиск, плохая оборона. Щиты быстроногие. Давайте возьмем застрельщиков еще. Ага. Еды не хватает. Отлично. Давайте, значит, еще прачников, может быть. Давайте отряд островитян возьмем. Слабая атака, класс легкий, щиты. Такие они у нас. Свообразные. Но не то, чтобы пущенное мясо, конечно, немного посильнее они, пущенного мяса. Но, тем не менее. Так, максимальная мощь. Начните ход с 20 отрядами в одном войске. Ой-ой-ой. Хорошо бы. Я сейчас думаю все-таки подождать на обход. Я, наверное, не буду ждать. Потому что пока мы нанимаемся, враг же тоже нанимается. Это не очень хорошо. Так, по постройкам, что у нас есть? Можем улучшить лодочную пристань. Можем улучшить обозы с зерном. Но это еще сильнее влияние наше уронит. Ахейское влияние. Постройки с бонусом за сильное влияние предоставляют больше ресурсов, если ваше влияние в проинции составляет 60 и больше. Ну нет, не хочу я пока уменьшать. А вот это, по-моему, можно и улучшить. Продовольствие увеличит. Все ресурсы увеличат. Прирост увеличит. Да, навес для лодок. Хорошее здание, универсальное. Никаких дебафов оно нам не дает. Просветающее поселение. Улучшили мы главное здание. Получили древесину, камень. Это хорошо. Камни между делом у нас аж 104 заход приходит. Это здорово. И мы можем улучшить еще один навес для лодок. Или можем улучшить, допустим, что 85 меди сюда требуется. Да. Ну давайте. А можем новое построить. Кстати, о новых. Так, ну лодки у нас уже есть. Здесь у нас что? Караульня. Гарнизон прибавляет. Фриктория. Опыт для всех отрядов. Дальность передвижения вражеской армии. Дальность обзора. Стрельбище. Ну военные здания логичнее ставить все-таки в главном городе, чтобы развивать их до максимального уровня. Лучники класс легкий. Но от лучников вот это, разве что мастер по изготовлению луков можно поставить и в обычном городе. Сначала нужно улучшить главную постройку. Это что? Застрельщики островитяне, славные прачники, тяжелые застрельщики, славные бронированные прачники, славные застрельщики островитяне, воины и таки. Застрельщики на прочных колесницах. Застрельщики на колесницах. Так как кавалерии, похоже, как бы совсем нет, да? Ну да ладно. Бегуны с копьями. Стрельбище. Ах, 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 фриктория. Опыт для всех отрядов плюс 300 заход своей армии в этой провинции. Слушай, на самом деле вот это тоже здорово. Опыт для всех отрядов. Можно сидеть дома и прокачиваться. Но гарнизон мы, наверное, ставить пока не будем. Из ресурсов что есть? Так, в доме каменщика много ресурсов, но прирост минус 70. Но это нет. Так, малые горные апокеи. У нас дерева не хватает. Рудоплавильня. Все ресурсы счастья минус 1. Но нет, это как-то не очень интересно. Горн для золота. Квартал строителей. Влияние в этой провинции. Тоже минус 4. Тоже не очень интересно. Конечно, вот это бы хотелось поставить. Горные апокеи, но нам пока дерева не хватает. Давайте на рта доход подождем, что ли? А можем вот это улучшить, например. Чтобы еще больше продовольствия нам приходило. А давайте лодки пока улучшим. В принципе, камни у нас и так 104 единицы приходят. Это достаточно много. Посмотрим, что у нас в гире. У нас здесь 6 человек отряд. Он сейчас, наверное, еще наймет троих. Станет 9. И гарнизон. 8 отрядов. То есть 17. Их будет, у нас 19, в принципе. Так, ты что можешь сделать с городом? Подстрекательство можешь делать. Положительность 55%. Причиняет выбранную гарнизону не боевые потери. Давайте попробуем. Полная неудача. Ранен. Лан хоть не убит. Отличное начало операций. Ну да ладно. Я здесь могу наниматься. Подождите. Вражеская область. Как я здесь могу наниматься? В принципе, одного юнита сейчас нанять. Ладно, давайте наймем. На следующий ход полным стэком, значит, атакуем. И вся область будет нашей. Мир они нам предлагают. Но нет. Никакого мира, другжище. Максимальная мощь выполнена. Плюс продовольствие, плюс бронза, плюс золото. Супер. И по продовольствию мы еще в плюсе остаемся. Так, по постройкам. Можем вот это улучшить. Но еще влияние уменьшится. У нас влияние так уже 88 всего лишь. Ахейское изменение за следующий ход. Минус один. Постройки предписаний минус девять. Персонаж плюс три. Местное население двадцать. Лелекское влияние. Ну ладно, только посмотрим. Оно интересно дойдет до 14 и остановится на этом? Непонятно. Счастье, конечно, минус тридцать четыре. Уже минус четыре заход. Но нестабильность провинции пропадет. И в принципе мы выйдем в ноль. А потом еще какие-нибудь здания построим. Издадим указ. Прямо сейчас, наверное, когда полностью область захватим. Но это сначала нужно нам победить. Так, гарнизон здесь заступник. Ополчение, ополчение. А у нас, кстати, кто? А у нас застрельщики. Ага, интересно. Так, ополчение, ополчение. Копьеносцы, кстати. Доспехи неплохие бывают. Дух неплохой. Скорость, атака в ближнем. Ну и копейщики. С щитами. Застрельщики. Ахейские прачники. Застрельщики островитяне. А кто лучше? Ну да, застрельщики островитяне, конечно, посильнее. А у нас ахейские прачники. Окей. Ну хорошо, у нас фулл стэк. Давайте атаковать. Силы. Примерно равны, получается, что ли? Как-то странно он, конечно, показывает. Но у него два героя будет. То есть отрядов-то у него поменьше, чем у нас. Ну давайте на всякий случай сохранимся. Поехали в бой. Я бы сказал, что у нас достаточно неплохое преимущество. Хотя у него вот эти копейщики, они, конечно, мощно выглядят. В броне. Наши-то ребята вон. Разве что с щитами только могут похвастаться. Твоя погода. Нет, никакой сходи погоды. Давайте поехали. Так, штурм города. Ключевая точка, площадь. Ну да, никаких стен здесь нет. Нужно просто занять город. Уху-ху, 240. И что такое? Ключевые точки защитников. Как-то странно. Мы можем расставляться. Мы и здесь можем расставляться. И дальше за пределом зоны развертывания армии можно распустить только отряды передового развертывания. А вы у меня все передового развертывания? Я, честно говоря, думал, что только вот эти ребята передового развертывания. Ну ничего себе. Окей. Понятно. Только мне вот эти пехотинцы немного отстанут тогда. Нет, наверное... А, но с другой стороны мы можем сейчас... Хотя, о чем я? Какое подкрепление? Они все жить будут в городе. Нет, поэтому застрелочков не будем и далеко выводить. Давайте так сделаем. Ну хотя вот этих застрелочков можно куда-нибудь вот так вот кинуть подальше. Чтобы они с фланга зашли на врага. Одиссей. Давай тоже сюда. Поехали. Так, враг, враг. Ох ты ж, ничего себе, как мы здесь угадали. Не знаю, насколько угадали, конечно. Будут они на нас наступать или нет? Не знаю. Давайте, наверное, ударим мы по одному флангу. Не будем растягивать силы. Тем более противник вон стоит просто по всей ширине фронта. Мы, в принципе, сможем нанести удар. Здесь свои силы в одну точку. Ополченцы терпят. Нет, все-таки решили отступить. Ну, слушайте, этот просто упал картинно. В него даже стрела не попала. Ну не стрела, а дротик в данном случае. Он просто взял и упал. Я не пойму, они нас что, не видят или что? Почему они так терпят? Да, один отряд у нас невидимый. Обалдеть теперь. Удивительно, на самом деле. Так, прачники, давайте, наверное, вот так вставайте. Сейчас новая группа подойдет. Любителей стрелы половить. Немного странно, конечно, противник действует, но да ладно. Лычку, кстати, у нас получили наши застрельщики. Они что, решили с другого фланга зайти? Ну давайте. Так, генерал начал стрелять. Ну-ка, Одиссей. Один выстрел, один труп. Красота. Это копьеносцы, да, сейчас терпят? Да, это терпят копьеносцы. Давайте даже перестрелку не включайте. Они сейчас и так побегут. Уж очень им больно. Несут потери, но терпят. Ну что такое с ними? Так, давайте вот эти два отряда вот так вот поставим. Ну да. Я не знаю, что с ними, что они хотят сделать. Почему они не выводят своих прачников? Ну мы, соответственно, будем этим пользоваться. Почему нет? Они просто подарили нам сейчас два отряда. Вот ополченцы еще одни сейчас. Тоже, скорее всего, покинут здание. Уверенно стоят, терпят выстрелы. Одиссей, ты стреляешь? В ярость впадаешь. Да, не впадай, стреляй. Есть и наши застрельщики. Перед тем, как враг подойдет, копьи кидают. Вы смотрите, они просто не успевают подойти к нам. Ну а в спину просто копьи, как вы знаете, очень хорошо летят. Ну не знаю. Так, а, 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 это генерал вражеский. Тоже потерпеть вышло. Ваши в отряду кончились боеприпасы. Это у которого. А вот из застрельщиков. Может быть, кстати говоря. Так, вы давайте, наверное, даже вот так вот вставайте. Вы вот так вот вставайте. Ну что с вами-то? Вы что-то застряли? Убейте этих птерых. Угрушенный, понесенный урон. Свежие. Они что, сражаются? Почему они до сих пор сражаются? Юные солдаты с копьями, бегите. Ну куда вы идете? Куда они идут? Почему они отступают на нас? Убийцы. Так, кстати, вот так. Здесь. Вот так, вставайте. Где вражеские прачники, я, к сожалению, не знаю. Но, черт побери, сейчас мы наших прачников всех растратим на то, чтобы вражеский генерал урон впитывал. Это не очень хорошо. Так, давайте, пускай лучше. Наш товарищ Одиссей по нему постреляет. А прачники себе выберут более такие мягенькие цели. Которых урон попроще вылетает. Вражеские прачники, например. Пхеносцы побежали. Ну, время у нас еще вагон и маленькая тележка. Мы никуда не торопимся. Да, по нам тоже в ответ что-то полетело. Да, вражеские прачники теряют здоровье, но не собираются сдаваться. А кто, интересно, а, это юный солдат с копьями? Ну, не, юный солдат с копьями достаточно слабовато должны быть против наших ребят. Все-таки это, по сути, стартовые юниты. Застрелочки должны быть посерьезнее в этом плане. Уж Одиссей... Нет, подождите, куда побежали? Не надо там. Одиссей. Так, здесь у нас что? У вас есть еще чем бросать? Нет, у них уже нечем бросать, к сожалению. Уже ничего не осталось. Там же наши застрельщики начали по нему закидывать. Боец-заступник. Ну все, боец-заступник сейчас дрогнет. Дрогнул боец-заступник. Не знаю, с одной стороны, конечно, хочется ударить. С другой стороны, не хочется. Так, пехотинцы. Давайте вот к этим прачникам. Наши прачники пускай проработают. Здесь, конечно, наши ребята начали терпеть. От вражеских прачников. Ладно, Одиссей, давай в атаку. Здесь и давай уже, бери его. Так, здесь. Здесь. Давайте попробуем так. Наши герои напали. Окей. Давайте немножечко прогоним вражеских прачников, чтобы они здесь не стреляли. А нашими прачниками вот так по врагу побьем. Так, а вы откуда побежали, ребят? Вы зачем так-то пошли? Совершенно ненужные потери. Так, здесь что? Здесь вроде бы держатся. Так, здесь на генерал-вражеском надком. Свет не очень хорошо. Вот смотрите, стоят просто. Я не знаю, их окружили со всех сторон. Они стоят. Ну что это? Прачники, давайте бегом. Неужели побежали? Да, вроде бы побежали. Так, надеюсь, ребята выстояли. Сейчас мы здесь этих ребят, соответственно, оприходуем. Вражеский генерал бегает. По нашим тылам почему-то. В общем, этим никто не занимается. Ваши войска обратились в бедство. Это здесь, да? Да. Победа уже близка. Ну еще бы. Так, вы. Давайте вот этих застрелочек выбейте, которые на площади засели. Здесь-то что? Здесь до сих пор держатся. Ну что это? Что это за терминаторы, а? Атакованы с тыла? Они уже, я не знаю, сколько времени они считаются атакованы с тыла. И они все равно держатся. Просто, не знаю, мега-ребята. Так, вы давайте вот этих ребят добивайте. Здесь генерал, что и вражеский, терпит. Да, генерал, конечно, обычно пехоту убивать такое себе удовольствие. Не знаю, попробуй из лука к нему пострелять. Да неужели побежали? Молодцы. Что еще можешь сказать? Ну все, победа. Решительная победа. Конечно, немножко под конец сумбурный получил. 600 человек мы потеряли. Но все это прекрасно. Мы восстановим. Кто здесь у них больше всех убил? Копейщики. 190 человек. Я думаю, что генерал еще много нарубили. Этот вообще 0. 94. 108. Копьяносцы. Это скорее здесь, вот на правом фланге. Эти юные солдаты с копьями, которые просто отказывались умирать. Ну да, это все вот с этими двумя отрядами, наверное, которые там танковали. Но между делом наши отряды, вон по 300 человек нарубили. Ну куда это годится? 200. Даже островитяне кого-то успели поубивать. Так, ну все, захватываем область. Отлично. Жажда завоеваний. Целая провинция у нас. Царские предписания. Сдайте указ. Решительная победа. Отлично. Так, что это? Петос. Широкополоса фессалейской шляпы из соломы, кожи или валеной шерсти. Обычно носится в сочетании с накидкой холамиды. В военном походе она прекрасно защищает от палящего днем солнца. Счастье в данном регионе плюс 3. Преданность плюс 2. Подрывник Одиссей. Тебе понадобятся сильная спина и руки. И конечно отсутствие страха перед закрытыми пространствами. Ах да, еще и железные нервы. Срок подготовки осады минус 1. Минимум 1 ход за несколько побед при штурме. Бой дух всех отряд во время осады плюс 3. Закаленный. Гордое сердце не дрогнет, не обратит ноги к бегству за несколько успешных атак. Размер ауры героя плюс 10 и боеводов героя плюс 3. Супер. Фракция уничтожена телебоя. Прокачиваем потихонечку нашего Одиссея. Вот такой, кстати. Здесь указаны полученные героями навыки. Ага. Навыки. Ну давайте посмотрим, что у нас. Можно. Можем улучшить личный пример. Натиск. За мной солдаты. Я вас прославлю во веки веков. Личный пример. Очки здоровья этого героя плюс 2.5. Но это натиск сильнее станет. А это что? Личный пример. Боевой дух. Боевой дух всем прибавится. Ладно. Собиратель. Трофей после битвы плюс. Очки здоровья плюс. Влияние после победы плюс 20. Двое больше, если убить пленных. Это армия. Пленных в бою плюс 20. Очки здоровья этого героя плюс 2.5. Надеюсь, сурово наставлено. Небоевая потеря в этой герое минус 15%. Доход от набегов плюс 35. Ох ты ж. От набегов будет больше. Скорость исполнения потерь при налете. За набеги больше не накладывай штрафы на передвижение. Небоевая потеря в армии герое минус 15. Слушайте, как здорово. Доход от набегов или трофеи после битвы. Я бы лучше трофеи после битвы взял на самом деле. Больше пленных, больше трофеев, чем набеги. Но не люблю я набеги. Это как-то не очень хорошо, по-моему. Давайте собирателя возьмем. Больше трофеев, больше здоровья. Отлично. По снаряжению шапка встала. Петас тоже встал. Предность плюс 2. Но предность на самом деле можно будет убрать. Кстати, по поводу счастья в этом регионе. Захват минус 10. Нестабильность провинции. Минус 8. Ну да, счастье даже у нас сейчас в плюс пойдет. И мы можем указ издать. Так, давайте посмотрим. Предписание все ресурсы плюс 5. Вероятный успех при действии вражеского агента минус 10. Стоимость действия всех агентов минус 15. Начальный уровень героев плюс 2. Ох, ничего себе. Счастье плюс 2. Прирост данной провинции плюс 10. Вот это хорошо. Стоимость найма всех отрядов. И скорость строительства всех портовых зданий. Дальность перемещения всех армий. Давайте сейчас вот это возьмем. Счастье плюс 2. И прирост в этой провинции. Это нам годится. Так, гира, гира, гира. Что ты умеешь, гира? Ты умеешь поле для построения, но у нас уже в столице такое есть. Поэтому мы его разрушим. И ты у нас бронзу что ли делаешь? Да, бронзу делает. Это неплохо, кстати. Давайте главное здание, значит. А, здесь даже можно до третьего уровня догнать. А это вот на самом деле уже надо подумать, что нам сейчас в первую очередь улучшить. Нет, в первую очередь, естественно, надо столицу улучшить. Вопрос снимается с повестки. У нас повысится счастье, повысится прирост. Влияние в этой провинции повысится. Влияние в соседних провинциях повысится. Ячейки для строительства прибавятся. И даже плюс 2 станет. Ячейки для строительства 4. Да, больше мы зданий сможем в столице построить. Гарнизон повысится. Нет, однозначно в столице производим. Так, крайние. Крайние я вот это хотел, но у меня опять дерева не хватает. Прирост минус 70. Ну нет, не хочу. Это слишком жестко как-то. Здесь влияние в этой провинции уменьшится. Ну, скорее нет, чем да. Давайте, знаете, что посмотрим. Давайте богов посмотрим. А то мы их как-то упускаем. Благоволение богов. Ресурс у нас вроде бы есть. Давайте будем думать, за кого все-таки и кому будем молиться. Афродита. Прирост плюс 20 вся фракция. Счастье плюс 2 вся фракция. Это нравится. Позволяет нанимать сатира. Дипломатические отношения со всеми. Прирост, счастье. Позволяет нанимать сатира. Спричит герой урона. Посейдон. Оно это по воде. Несет небоевые потери. Начальный уровень всех отрядов. Плюс 1 это тоже круто. Гаргону сможем и призывать. Боевой дух копьеносов. Плюс 20. Аполлон. Начальный уровень жриц. Плюс. Оракулы мы сможем нанимать. Дальность стрельбы стрелков. Плюс 20. Тоже круто. Арес. Но это бог войны. Боевой дух всех вражеских отрядов. Минус 5. Максимальный размер армии в этом регионе. Плюс 1. Зевс. Гера. Урон от оружия. Ох ты, ишь. Вот прачники еще. Небоевые потери. Но из бонусов, которые нужны прямо сейчас, это, конечно, Афродита. Прирост. Счастье. А мы можем гекатомбу сделать. А можем помолиться. Давайте помолимся Афродите. Совершить приготовление и попросить божество помощи. На это придется потратить ресурсы. Для ганда сохода вы не сможете произнести других молитв. Окей. Гекатомба. Афина становится благосклоннее. Но только вот интересно. Если мы... Утрата благосклонности. Заход минус 10. Если мы кого-то усиливаем, мы потом другому-то богу сможем молиться? Если мы прям будем усилены несколькими. Мне потому что Афродита нравится. Здесь неплохая такая экономическая. И на самом деле я буду или Геру, или... За ту же Афину. Копьеносцы усилены. Начальный уровень всех героев. Защита. Но они все очень сильны. Защита отрядов со щитами в ближнем бою. Это все очень сильно. Давайте сделаем Афродиту. Ну ладно. Будем надеяться, что другим богам мы тоже смотрим. Допустим, гекатомба. Принести жертву богам. Пищу. Да, давайте. Афродите. Ага. Дипломатически отношения со всеми фракциями плюс 10. Все эффекты предписания устроить игры... А, устроить игры. Окей, еще и помолимся тогда. 600 еды у меня есть, 30 золота у меня тоже есть. Давайте помолимся. Молитва подействует на следующий ход. Счастье плюс 3. Наши храмы обряды угодны богам. Бессмертный шлют нам благие знамения. Красота. Это для тебя, Афродит. Нет, Афродита. Сотни быков... Чего? Сотни быков заклонов. Твою честь. Сотни свидетельств нашей покорности. Ну, отлично. Так, на этот ход мы, наверное, уже все. Отдыхаем. Получается, что отдыхаем. И нам... А что нам дальше делать? Куда нам? Карта-то огромная. Куда нам дальше плыть? Кстати, давайте по дипломатии посмотрим, раз уж мы с нашими телебоями закончили. Так, а где у нас дипломатия? Вот дипломатия. По отношениям. С кем у нас плохие отношения, допустим? Борис Троянский. А-а-а. Куреты какие-то. Ну, Куреты вот на самом деле поближе. Гекто Троянский. Но это тоже оттуда же. Иония. Троя. Ох, насколько настрой сильнее. Лида. Это Алицы. Фиаки. С Фиаками у нас договор о непадении, кстати говоря. Ия. Пилос. Микены. Ух, слушай, а что как у Микен сил мало? Ты же вроде как этот, Агамемнон. Ты должен быть силен, как тысяча чертей. А ты почему-то слаб. Спарта Минилай. Вот. Это наши основные друганы. Ну, Пилос еще, конечно, тоже хорош. Нестер. Им тоже отношения очень хорошие. И продолжают улучшаться. Ну, ладно. Давайте, наверное, хоть сейчас мы закончим. По постройкам. Ну, нечего нам строить. Дерево закончилось. И уже потом будем думать, куда двигаться дальше. Договор обмена. Что нам предлагают? Дерево 71 на 8 ходов. Просят 67 бронзы. И 62 бронзы за ход. Дерево на бронзу. Дерево на бронзу. А сколько я получаю? Изменяй на следующий ход 96. 96 бронзы я получаю за ход. А дерево? Да не, слушать нечестно. Я по 800 дерево получаю, дружище, ты чего? Не, давай сделаем контрпредложение. Давайте я ему договор обмена, разовый обмен. Вот так вот. Одну бронзу. Так, договор о ненападении. С кем? Поликсен. А как у меня с тобой отношение, Поликсен? А, собиратель земель, переменчивость. И еще 67 бронзы он просит. Слушай, давай вот так вот. Просто договор о ненападении. Согласился, ну ладно. В принципе, так. Издать царский указ. Продовольствие 150, древесина 150. Я, в принципе, пока воевать ни с кем не хочу. Издайте предписание. Отлично. Еще бонусы. Благоприятная возможность. В любом из убежища возведите как минимум одну из соответствующих построек. Домик воинов, лагерь застрельщиков. Но у меня нет. Награда хитрость Одиссея. Любимец Ахейцев. У меня нет пока убежищ. У меня единственный разведчик-то самое. Все, покинул здание пока что. Так, сокровищница у нас исследовалась. По 20 золота заход. Мы теперь получаем. Так, Афродит ответил на нашу молитву. Растущее влияние. Схраните. Так, две провинции надо набрать. Сияющий город. Элитный отряд в особом резерве войск. Что? Слушайте главное здание в любом поселении до максимума. А, сияющий город. Ну это нам надо где-нибудь вот здесь вот улучшить-то. Так, и что у нас стало? У нас, ой, счастье, плюс 11. Ничего себе. Вот это номер, конечно. Народ сейчас радоваться будет просто. Да, смотрите, Ахейское влияние. Все, изменение на следующий ход минус 0,4 всего. Примерно на этом уровне сейчас, значит, остановится. И, как видите, здесь нужно держать на уровне 60. То есть мы еще какие-нибудь здания, в принципе, можем построить. Которые будут немного снижать наше влияние. Нам по-прежнему не хватает. На следующий ход построим. Сейчас все пропустим. И на следующий ход построим малую горную Апокию. Которая будет нам много камней за ход давать. И будем мы этим камнем, соответственно, снабжать наших друзей и товарищей. Но это все уже будет в следующей серии. А сейчас давайте заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Это все очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо. И всем пока.